В провинции Ляонин ликвидируют последствия прорыва дамбы. Первый крупный патрульно-спасательный корабль Китая прошел учение в Тайваньском проливе. Организаторы назвали тему предстоящей международной выставки Китай-Осиан. В Поднебесной запустили спутник мониторинга углерода в наземных экосистемах. На реке Фучунзян начался сезон фантастических приливов. В провинции Ляонин устраняют серьезное наводнение, которое произошло 1 августа из-за прорыва дамбы. Всех жителей из затопленных районов эвакуировали, пострадавших нет. Сейчас задача властей блокировать прорыв и провести восстановительные работы. Для этого в провинции откачивают воду из подтопленных районов и следят за сохранностью дамб на реке Ляохе. Самая большая проблема, с которой сталкиваются спасатели – необходимость перекрытия дорог, поэтому работы они ведут по ночам. По прогнозу метеорологов, дожди в провинции могут продолжаться, поэтому местные власти находятся в состоянии повышенной готовности. В Тайваньском проливе состоялись учения, в которых приняли участие экипажи восьми кораблей, в том числе крупнейшего в этой акватории патрульного и спасательного судна «Хайсюн-06». Совместная оперативная группа занималась борьбой с нарушением навигации, незаконным рыболовством и соблюдением запрета на добычу и перевозку песка в связи с приостановкой его экспорта на Тайвань. Кроме того, «Хайсюн-06» отработал поисково-спасательные действия совместно с вертолетом. «Хайсюн-06 прошел испытание в области спасения жизней на море, управления морским движением и реагирования на разные ситуации. Мы усилили меры по обеспечению морской безопасности в Тайваньском проливе и морскому патрулированию». В ближайшие дни «Хайсюн-06» продолжит обеспечивать морскую безопасность в Тайваньском проливе. Организаторы выставки Китай-Осиан назвали тему предстоящего мероприятия. Оно будет посвящено обмену новыми возможностями стран-участниц всеобъемлющего регионального экономического партнерства и укреплению зоны свободной торговли Китай-Осиан. Выставка состоится с 16 по 19 сентября в Наннине – административном центре Гуанси-Джуанского автономного района. Уже подтвердили участие компании из Южной Кореи и Японии, а некоторые организации из государств-членов ОСиан приступили к оформлению своих стендов. В программе «Экспо» конференции и форумы по актуальной повестке также здесь создадут выставочную площадку для участников всеобъемлющего регионального экономического партнерства – крупнейшего в мире торгового соглашения. Мероприятия «Экспо» будут касаться цифровой информации, трансграничной электронной коммерции, розничной торговли и сотрудничества в области охраны окружающей среды. Китай запустил спутник мониторинга углерода в наземных экосистемах. Аппарат уже находится на орбите и приступил к выполнению своих 47 функций. «Благодаря определенным конструкциям аппаратного и программного обеспечения различные задачи могут выполняться одновременно и комбинироваться по желанию. Это повышает эффективность самого спутника и облегчает работу наземных команд». Кроме того, исследовательская группа разработала автономный режим работы аппарата. Спутник умеет самостоятельно оценивать, над морем или сушей он пролетает и какова освещенность. И с помощью этой информации автоматически ставить себе задачи. Также спутник может не только определять площадь леса, но и измерять его объем. «Основной полезной нагрузкой этого спутника является многолучевой лазерный радар. Он посылает на Землю несколько лазерных лучей для измерения высоты леса. Мы также установили пять многоугольных многоспектральных камер под пятью различными углами для получения изображений леса». Кроме того, на спутнике установлено оборудование, которое передает данные о том, как зеленые насаждения поглощают углерод и о концентрации вредных частиц в воздухе. «С помощью гиперспектрального детектора мы можем узнать интенсивность фотосинтеза отдельного дерева или лесного массива. А с помощью многоугольного поляризационного тепловизора мы измеряем горизонтальное распределение аэрозолей в атмосфере и получаем более точные результаты измерений». Спутник мониторинга углерода в наземных экосистемах запустили с космодрома Тай-Юань в провинции Шаньси. Этот запуск стал 430-й миссией для ракет-носителей серии «Чанчжен-4Б». На реке Фучунзя начался сезон фантастических приливов. Самый известный из них – «Серебряный дракон». Это аномальная волна, которая может достигать 10 метров в высоту. Восходящий прилив из залива Ханчжоу преобразуется изгибами реки Фучунзян и превращается в самый большой в мире приливный бор. А еще здесь можно увидеть, как встречаются и пересекаются приливы, идущие с разных сторон. Тогда же образуются и удивительные приливы в виде рыбьей чешуи. Зрелище захватывающее, а потому ежегодно привлекает множество туристов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова